Теперь, когда мы понимаем, что такое фастфорвард, мы готовы поговорить о ребейсе на механик получить изменения из одной ветки в другую ветку, которую часто недопонимают. И если вы слышали определение ребейса, как ребейс переносит коммиты из одного места в другое в репозитории, то не совсем правильно. Почему такое определение опасно? Потому что оно заставляет вас думать, что коммиты ушли с того места, где они были. И вы думаете, все, я сделал ребейс, все пропало. Пока я делал ребейс, ребейс – операция, которая позволяет вам слить изменения, в нем могут появиться конфликты. Мы сейчас это увидим. Вот вы решаете эти конфликты, а если у вас ветка ушла коммитов на 50 вперед, 3-4 недели работали над своим экспериментом, потом думаете так, надо сделать ребейс на мастер. Решаете, решаете конфликты, решаете конфликты, запускаете тесты, они все равно как-то не запускаются. И вы приходите к моменту, когда вы понимаете, что вы конфликты решили, но вам не нравится абсолютно то, что вы получили в результате. Вот совсем. Вы понимаете, я хочу все вернуть на место, но мои коммиты уже стоят где-то не там. Вернуть после ребейса состояние репозитория назад тоже очень просто. Окей, что такое ребейс? Перед тем, как мы поговорим о том, что такое ребейс, давайте вспомним, что такое мерч и как можно получить мерч. Вы уже наверняка это должны на зубок знать и узнавать этот паттерн. У нас есть две ветки. Есть ветка мастер и хотфикс. Они развиваются параллельно. В какой-то момент мы хотим сказать, что теперь мы в мастер получаем из хотфикса обновление. Это мерч. Это такой самый классический, самый простой способ получить изменения в коде. Чем он хорош одновременно и одновременно плох? Мерч хорош тем, что он визуально и исторически сохраняет отдельную ветку. То есть если ваша работа была действительно куском работы, который развивался параллельно с проектом, используйте мерч. Это отлично. Но теперь давайте представим ситуацию, когда ваш мерч это результат того, что просто кто-то успел в мастер закоммитить до вас. И гид вас заставляет делать эти мерч коммиты. То есть мерч коммит не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Все, что вы делаете, это вы делаете так, чтобы гид был, по сути, счастлив. Просто чтобы система была в одном состоянии. Было бы намного проще читать ваш код, если бы он шел строго последовательно. Если бы не было вот этого маленького ответвления, которое вы сделали, пока у вас два разработчика параллельно работали. Для этого есть стратегия, которая называется rebase. Что такое rebase? Rebase позволяет вам переиграть ту работу, которую вы сделали, поверх другого, другой части кода. Этот слайд эту идею достаточно симпатично иллюстрирует. У вас было две ветки точно так же. Начальное состояние тоже. У вас есть hotfix и мастер, который указывает на коммит D. Теперь вместо того, чтобы говорить мерч, мы говорим rebase. Что такое base? Для ветки base это то место, с которым она отпочковалась, с которым она стала отдельной веткой. Rebase значит перенести на другой base. Что делает rebase? Rebase находит изменения. Rebase создает патч из коммита C, берет эту работу и говорит, окей, в коммите C мы добавили две строки в файл main.js. Он берет коммит D, берет его check-outed и говорит, а теперь мы возьмем то, что было сделано в коммите C и попробуем сделать коммит C' в другой коммит, который перенесет ту же работу в другое место. Это то, что делает rebase. Затем мы возьмем коммит F, который был после C и попробуем перенести его в новое место. Кстати, если в процессе переноса вдруг возник конфликт, то мы предложим его пользователю решить. Если же никакого конфликта не возникло, в конце концов мы перенесем указатель веточки на новое место. То есть мы сказали, что был hotfix на коммите F, мы перенесем этот указатель на коммит F'. Давайте, у нас есть еще буквально 5 минут. Я покажу, как это работает на практике и что такое rebase. И rebase я покажу не на примере двух отдельных веток, а именно на примере workflow, там, где два разработчика коммитят в мастер. То, с чего мы начинали наши конфликты. Мы где? Мы на мастере. Окей, давайте сделаем git pull. Git pull на всякий случай. Git status. Тут все, everything up to date. Ну, в общем, мы синхронизированы. Окей, возвращаемся к нашему сценарию. Открываем одновременно main.js. Fry пишет свой код. Bender пишет свой код. Я сделаю специально так, чтобы rebase показал вам конфликт. Есть. Bender коммитет первым. И успевает запушить. Теперь я открою другую консольку, чтобы она была лучше видна. Другую консольку. Здесь я снова попробую запушить. Коммит с A, M. Забываю. Флаг A. Все. И мы находимся в состоянии. Два разработчика снова ответвлились. У одного один коммит, у второго другой коммит. Первый успел запушить. Второй пытается сделать push. Получает. Почему он получает? Почему он запушил? Потому что первый разработчик запушил в ветку. Ну окей. Сейчас сделаем конфликт. Добавим просто чего-нибудь в наш комментарий. И здесь у нас произойдет обязательно конфликт. Есть. Теперь я смоделировал все-таки, надеюсь, ту ситуацию, которую я хотел. Ну, git push. Есть. Rejected. Давайте я открою этот терминальчик, который побольше. Мы сейчас находимся в состоянии. Your branch is a head of origin master by one commit. Окей. То есть у меня не получился push. Первое мое действие, это я попробую. В этот раз я не буду делать pull. Почему я не буду делать pull? Потому что я не хочу вторую половину пула. Я не хочу merge. Я хочу только получить изменения. Это то, о чем был один из вопросов на сегодняшнем вебинаре. Это как получить изменения, не делая merge. Я делаю git fetch. Есть. Теперь, чего произошло? Моя ветка origin master, она обновилась. Ветка master, она осталась стоять на том же месте, на котором она была. То есть мы получили новое изменение с сервера. Ветка origin master передвинулась. Но push мы сделать все равно не можем. Почему не можем? Потому что есть конфликт. Чего мы теперь делаем? Мы говорим, что мы хотим работу, которую мы сделали в последнем коммите, переписать поверх текущего состояния ветки на сервере. Поверх текущего состояния origin master. И помним, для того, чтобы изменить ветку, мы должны стоять на ней. То есть мы смотрим статус. Мы находимся на бранче master. Вот эта часть нам не нравится. One and one different commit each. Мы делаем git rebase. И теперь мы указываем, поверх какой ветки, или поверх какого коммита, поверх какого места нам перезаписать свои изменения. Кстати, давайте посмотрим сейчас, перед тем, как мы это сделаем. Четыре последних entry влога. Заметьте, conflict coming это тот коммит, который я собираюсь перезаписывать. И сейчас я возьму вот этот номерочек и скопирую его себе в буфер. Запомните, 49bdd. Хэш коммита. То, что мы постараемся сделать сейчас, это сделать git rebase. Мы перезапишем наши изменения поверх origin master, поверх состояния сервера. Есть. И теперь мы можем посмотреть замечательную историю. Rewinding head to apply your work on top of it. То есть head перенесся на то место, на origin master, которое было на сервере. Applying conflict coming. Конфликт coming это название, не название, а месседж того коммита, которое мы хотим применить на новой веточке. Есть. Falling back to patching three-way merge. Конфликт. Ну да. Естественно конфликт. То есть мы остановились в середине rebase. И мы должны решить конфликт перед тем, как мы можем rebase закончить. Git status нам расскажет немножко больше. Rebase in progress. main.js и unmerged path. main.js both modified. То же самое. Мы открываем main.js. Смотрим на то, что здесь есть. Удаляем то, что нам не нравится. Git add. main.js. Git status. Сейчас он мне должен тот же статус дать, что я в середине rebase. И git rebase continue. Должен rebase закончить. Есть. Rebase закончен. Супер. Если я сейчас найду вот наш коммит, с которого мы rebase-или. Мы взяли этот коммит и перенесли его на другое место. Вот его номер. 49bdd. Давайте посмотрим теперь лог. Видите? Никакого 49bdd здесь не осталось. Это новый коммит, который делает те же изменения, что и старый коммит, но в новом месте.